По очереди сменяя друг друга, так голосовали украинские военные на передовой. Для них на линии разграничения работали специальные избирательные участки о выборах на фронте. Эксклюзивный репортаж корреспондента UATV Игоря Меделяна. Шахта Бутовка недалеко от оккупированного Донецка. Пока мирное население выбирает президента, бойцы украинской армии закрывают тылы от возможных провокаций оккупантов. Боец с позывным ИГИЛ, как и его побратимы в списках избирателей. Для него дело чести отдать свой голос. В 2014-м свой выбор он сделал. Буквально. Бывший донецкий милиционер покинул оккупированный город и стал воевать против российских захватчиков. Вы к выборам готовы? Готовы. Все нормально, все хорошо. Бойцы меняют друг друга на позициях. Пока одни голосуют, другие дежурят на боевых постах. Батальоны, которые на передовой, которые свободной сменой, переехали голосовать. Все идет пока своим ходом. Казусов никаких нет. Все нормально. Все военные голосуют отдельно от гражданских на специально оборудованных участках. На них все по обычной процедуре. Кабинки, бюллетени, урна. Я проголосовала и хочу, конечно, улучшения. Может быть, когда-то закончится война. Потому что я сама с нами Донбасса. И хотелось бы очень сильно, чтобы она закончилась. И надеюсь, выбранный нами кандидат это сделает. С вашей помощью? С нашей помощью, конечно. Проголосовали и обратно на позиции прикрывать мирное население. Пять лет назад жителям населенных пунктов вдоль линии фронта война помешала отдать свой голос на выборах. Сегодня украинские военнослужащие сделали все возможное, чтобы выборы состоялись. Игорь Меделян, Александр Прозоров, ЮАТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин